МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До 30 км в час в России могут появиться новые ограничения скоростного режима. Количество заболевших COVID-19 в Омске начало расти. 9 июня зафиксировано 76 новых инфицированных. Впервые с начала апреля. 59 мечей выздоровели, двое пациентов скончались. Отмечат, что в Омске прививку от коронавируса поставили 227 тысяч жителей региона. Из них 183 тысячи получили две дозы препарата. Сегодня стало известно, что вакцинация от коронавируса появится в национальном календаре профилактических прививок. В такой законопроект в первом чтении одобрили депутаты Госдумы. Однако это не значит, что прививка станет обязательной. Замминистра здравоохранения России Олег Гряднев подчеркнул, цитирую, «Это шаг, чтобы показать населению, что вакцинация необходима, но только на добровольной основе». Власти надеются, что таким образом прививочная кампания будет идти активнее. Есть и финансовые плюсы с календаря. После того, как вакцина от COVID-19 пополнит список профилактических прививок, средства на лекарства будут поступать из федерального бюджета. Пока деньги выделяются из резервного фонда правительства России. Ко второму чтению законопроект внесут поправки и разъяснения о добровольной вакцинации против коронавирусной инфекции. К новому отопительному сезону готовы. Омская мэрия отчиталась перед депутатами о ходе работ. На заседании комитета гурсовета по вопросам ЖКХ и транспорта выступили представители департамента городского хозяйства. Ресурсоснабжающие организации подготовили 64 теплоисточника, полторы тысячи тепловых сетей и почти две тысячи водопроводных сетей. Чиновники публично признались, прошедшая зима была богата на происшествия. Правда, сбои в подаче тепла вновь оправдали аномальными январскими морозами. Озвучили статистику обращений. Только за первые 10 дней 2021 года в профильный департамент поступило 943 жалобы на холодные батареи. Сейчас, уверяют чиновники, работа над ошибками проведена. В регионе уже стартовало традиционное отключение горячей воды, как один из этапов подготовки к новому отопительному сезону. Напомню, ранее из городского бюджета дополнительно выделили 50 миллионов рублей, чтобы улучшить подачу ресурсов в образовательные учреждения Омска. На заседании комитета гурсовета рассказали, куда именно пошли финансы. В настоящее время разработаны проектные сметные документации на пять учреждений по восстановлению приточно-вытяжной вентиляции и системы теплоснабжения, а также узлов учета тепловой энергии. В настоящее время департамент образования проводит процедуры по проведению электронных торгов, уже непосредственно выполнение строительно-монтажных работ. Мы планируем закончить строительно-монтажные работы до 15 сентября, а физики, соответственно, до начала учебного года. Как спасти убыточное муниципальное предприятие? Омские депутаты обсудили судьбу комбината специальных услуг. На заседании профильного комитета выступил директор ведомства. Неизвестно, что сейчас в пользовании муниципальным предприятием 20 кладбищ, половина из которых не действующие. За весь прошлый год компания заработала всего 134 миллиона рублей. Для покрытия существующих расходов это невесомая сумма. Основной источник дохода – кубка могил. За одиночную берут 7 350 рублей. Так называемая родственная могила стоит 8 360. В прошлом году сотрудники комбината специальных услуг совершили чуть более 3,5 тысяч захоронений, хотя пандемия коронавируса стала причиной роста летальности. Однако, мячи, несмотря на высокую цену для погребения родственников, чаще выбирают услуги частных компаний. Монополия на захоронения комбинат спецуслуг лишился почти 6 лет назад. С тех пор прибыль падает. Сейчас 25 сотрудников учреждений остаются в режиме простоя. У них просто нет работы. Им зарплата составляет 2 трети оклада. На базе мэрии у Омска создали рабочую группу, чтобы составить план вывода убыточного предприятия из кризиса. Вопрос на помететь обсудили и парламентарии. Однако, конкретного решения не приняли. Сначала необходимо на группе обсудить, выработать какое-то решение. Муниципальное предприятие всегда проиграет, потому что обязанность этого предприятия – содержать все эти кладбища. А обязанности содержать муниципальные кладбища у иных организаций, к сожалению, нет. Это такая животрепещущая тема. А затраты на содержание кладбищ, на вывоз мусора у них действительно колоссальные. В Омской области выявили десятки черных кредиторов и финансовую пирамиду, перечень в которой входит почти 2000 компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, обнародовал Центробанк. Среди них есть и 31 омская организация. Их название вы можете видеть на экране. По данным экспертов, обнародован такой черный список для того, чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность. По словам управляющего Омским отделением Центробанка Владимира Антипова, на который ссылается портал НГС-55, этот список будет постоянно актуализироваться по мере появления новых сведений. Антипов отмечает, что в Сибири у финансовых нелегалов самый популярный метод – это незаконная выдача потребительских займов. Чаще всего незаконные кредиторы работают под видом ломбардов или комиссионных магазинов. При этом к признакам черных кредиторов относится круглосуточная работа, агрессивная реклама в СМИ и соцсетях с обещанием большой доходности, а также использование не договоров потребительского займа, а, например, договоров купли-продажи, комиссии или хранения. Пострадавших о действии черных кредиторов и финансовых пирамид просят обращаться в полицию, чтобы предупредить других людей о мошенниках. Прежде чем оформить заем или, наоборот, вложиться в очередной якобы сверхприбыльный проект, проверьте его в списках финансовых организаций и в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. Если компания есть в перечне недобросовестных организаций, не связывайтесь с ней. Горит трава за техникумом. Подожгли пух около университета. Сгорела машина во дворе. По данным МЧС, за последние сутки в Омской области произошло почти две сотни возгораний. 140 из них в городе. Это в три раза больше, чем днем ранее. В городских интернет-сообществах Омичи сообщают о массовых пожарах из-за детской шалости. Кто-то поджигает пух, а затем огонь перекидывается на траву, а дальше на соседние строения и автомобили. Так припаркованная во дворе машина выгорела практически дотла. Сотрудники пожарной охраны предупреждают. В регионе до 27 июня действует особый противопожарный режим. Открытый огонь под запретом. А истребление тополиного пуха с помощью спичек в лучшем случае может закончиться серьезными термическими ожогами или порчей имущества. А в худшем – трагедии. Сотрудники МЧС просят Омичей соблюдать правила безопасности. 156 из всех случаев – это горение травы, мусора и тополиного пуха. Предварительная причина их возникновения – неосторожное обращение с огнем. Произошло 6 пожаров в жилье. 11 случаев – это пожары в гаражах. Три случая – горение неэксплуатируемых строений. Два пожара – горение пластиковых контейнеров с мусором. Я напоминаю, что особый противопожарный режим действует с 27 апреля по 27 июня 2021 года. В период его действия под запретом разведения костров, сжигания травы и мусора, а также использования открытого огня. Стали известны подробности вечернего пожара 8 июня в парке 30-летия ВЛКСМ. Обошлось без пострадавших. При службе МЧС нашему телеканалу сообщили, горело неэксплуатируемое строение по улице Майковского. Здание из металлического каркаса, обшитое сайдингом, вспыхнуло в считанные минуты. По официальной версии, на момент прибытия пожарных рядом с кафе горел мусор. Огонь перекинулся на строение. Однако очевидцы говорят, прохожие подожгли тополины пуха, а дальше все по цепочке. Вспыхнул мусор, трава и заброшенное кафе. МЧС сообщают, тушить бывшую шашлычку помогали владельцы соседних кафе. В ведомстве подчеркивают, окончательные причины возгорания устанавливаются. На этом череда пожаров не заканчивается. Сегодня утром на Первомайском рынке вспыхнул павильон общественного питания. Омичи поделились видеозаписью в соцсетях. Небольшая закусочная загорелась в районе 10 утра. Причины пожара пока неизвестны. Однако пользователи интернета предполагают, что во всем виновата неисправная электропроводка. Две машины пожарной охраны и 10 сотрудников МЧС локализовали горение буквально за 5 минут. В ведомстве уточняют, пострадавших в огне нет. В Омске возбудили уголовное дело из-за незаконной свалки ртутных отходов в лесном массиве Чкаловского поселка. Снимки на которых среди привычных мешков с мусором кучи свалены использованные ртутные лампы. Появилась соцсетя в конце мая. Региональный следственный комитет ответил на официальный запрос газеты «Четверг». По данным пресс-службы ведомства, следователи осмотрели место свалки, изъяли токсичные отходы более 2500 ртутных ламп и назначили необходимые экспертизы. Теперь специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и ищут виновных в преступлении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 247 УК РФ. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Организатору такой ядовитой свалки может грозить до 5 лет лишения свободы. Подробнее о том, как правильно нужно утилизировать опасные отходы и почему нарушение простых правил может повлечь за собой уголовное дело, читайте в новом выпуске «Газета Четверг». Вину не признает, отдача показаний отказывается. В Умске завершилось расследование уголовного дела в отношении владельца асфальтового завода в горячем ключе Айка Петросяна. Его обвиняют в загрязнении атмосферы. Напомню, шквал жалоб от местных жителей на невыносимый химический запах, который они чувствовали и днем, и ночью, обрушился в прошлом году. По данному следствию, предприниматель, почти 10 лет изготавливающий асфальтобетонную смесь, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере охраны окружающей среды. В конце 2019 года суд признал незаконной деятельность его предприятия и обязал прекратить эксплуатацию оборудования, загрязняющего атмосферу. Однако уже в мае 2020-го Петросян возобновил работу асфальтобетонной установки. Как сообщают в пресс-службе следственного комитета, свою вину предприниматель не признал. Отдачу показаний отказался. Однако у следствия оказалось достаточно доказательств, чтобы возбудить уголовное дело и направить его в суд для рассмотрения. 10 июня в Омске начнется большой ремонт Ленинградского моста с заменой деформационных швов. Движение по нему скорректируют вечером 9 июня. Как сообщают горы администрации, с 21.00 мост частично перекроют. Сначала для проезда будет недоступна центральная часть из шести, полос останутся только четыре. У мэрии отмечают заторов и мячам не сбежать. Однако после того, как швы заменят, проезд по Ленинградскому мосту будет намного комфортнее. Отмечу, что часть деформационных швов на объект уже заменили в 2011 году, а также в 2020. Кроме того, в 2022-2024 годах его ждет капитальный ремонт, предварительная стоимость которого составит около 600 миллионов рублей. Высокий темп благодаря погоде. Почти половину от планов по ремонту омских дорог уже выполнили. На 12 из 26 омских улиц подрядчики завершают укладку асфальта. Среди них улицы Шебалдина, Воровского, Светловская, Лобково, Первая Советская, Вторая Кольцевая, 21-я Амурская и другие. Напомню, всего в Омске в этом году в планах отремонтировать 26 улиц, в том числе три объекта, на которых работы должны были начать только в следующем году. На реализацию нацпроекта городу в общем выделено почти полтора миллиарда рублей. Гороадминистрация отмечает, что у строителей работают с опережением. В этом им способствует погода. При этом ускоренные темпы никак не отразятся на качестве ремонта. Все подрядчики соблюдают график производства работ. Где-то идут со значительным опережением. Однако это не влияет на качество выполняемых работ. Если мы видим ошибки или нарушения технологии, заставляем переделывать исполнителя работ. Отмечу, что в этом году установлены новые федеральные требования к реализации нацпроекта. В частности, ужесточены штрафные санкции. В два раза медленнее разрешенную скорость в городах предложили снизить. До 30 км в час вместо 60. Об этом сообщает АСС со ссылкой на научный центр безопасности дорожного движения МВД России. Специалисты отмечают, что снижать порог скорости предлагается индивидуально для каждой улицы. Однако, чтобы задуманные планы реализовать на деле, придется провести масштабную ревизию городских дорожных сетей и проанализировать загруженность дорог. Вероятно, первыми в списке на ограничения окажутся места с концентрацией ДТП или аварийно-опасной участки дорог. Таких в Омской области только за прошлый год насчитывается 86. Отмечу, что в России также действует и нештрафуемый порог. Водители, которые превысят разрешенную скорость не более чем на 20 км в час, могут избежать административной ответственности. Снижение нештрафуемого порога пока не рассматривают. А инициативу о снижении разрешенной скорости уже поддержали в ГИБДД. Социальные выплаты будут начислять в автоматическом режиме через портал госуслуги. На сайте для удобства граждан добавят новую функцию – согласие на проактивное получение соцвыплат. Такой формат начисления касается мер господдержки, связанных, например, с рождением ребенка или выходом на пенсию. Выплаты нуждающимся категориям граждан предоставят по заявлению. При этом дополнительные справки не потребуются. Ранее в правительстве заявляли о намерении перевести все госуслуги в онлайн-формат. Число пользователей портала госуслуг уже достигло 56 миллионов человек. Это вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Каждую секунду на сайте прорабатывают свыше 7 тысяч запросов. Ожидается, что проактивное начисление федеральных выплат начнется со следующего года региональных с 2024. 90% научных разработок в Омске идет в стол. В Омском научном образовательном центре рассказали о проблемах ученых и разработчиков, которые не могут продвинуть и поставить на коммерческие рельсы свои инновационные проекты. Причиной неудач чаще всего является отсутствие центра компетенции для продвижения науки. Чтобы помочь разработкам увидеть свет и превратить их в жизнеспособные коммерческие предложения, специалисты научного образовательного центра заключили соглашение с представителями Омского регионального бизнес-инкубатора, а также руководством стартап-академии Омского биокластера. В целом, проблема продвижения новых технологий и внедрения их на производство существует не только в Омске. Она актуальна для всех субъектов страны. Монетизировать научный труд в России удается в 10% случаев. В Омске ежегодно поддерживают грантами около 20 таких инициатив. Однако зачастую большинство из них не получают дальнейшего развития и гибнут на начальном этапе разработки. При этом каждый такой проект – это, по сути, уже готовый маленький бизнес. Вот только браться за который готов не каждый. Эксперты уверены, подписанные соглашения помогут решить эту проблему. Это возможность развития всех отраслей – науки, хозяйства. Это построение той самой системы, в которой у нас пока что не хватает отдельных элементов, как вот, допустим, технопарка. Хотя вы, наверное, тоже знаете, что на территории особой экономической зоны будет реализован проект технопарка. Но сегодня его нет. У нас есть базовый уровень бизнес-инкубатор. А дальше что делать людям, которые, допустим, здесь начали разрабатывать свой проект, достигать каких-то успехов, куда дальше, пока вот этой точки, получается, как бы нет. И с помощью НОСа, безусловно, мы рассчитываем, что эта система, она появится и будет работать. Лучшим тренером континентальной хоккейной лиги признан главный тренер ромского авангарда Боб Хартли. Об этом стало известно на церемонии закрытия сезона КХЛ. Тренер авангарда сумел опередить других номинантов – Андрея Разина из «Северстали» и Игоря Никетина из «СЦСК». За сезон ястребы под руководством Хартли провели 84 матча, 52 из которых стали для них победными. Канадский тренер уже был номинирован на получение аналогичной награды в прошлом сезоне. Однако после победы «СССК» в финале звание лучшего тренера досталось Никетину. Также стоит отметить, что лучшим новичком сезона на церемонии закрытия объявили бывшего форварда авангарда Егора Чинахова. Он набрал 17 очков за 32 игры, забрав приз имени Алексея Черепанова. А в символическую сборную КХЛ «Золотой шлем» вошел защитник омской команды Оливер Каски. И в завершении выпуска не единственный в России сельский зоопарк в Омском Большеречии показал мечам, как белая медведица по кличке Забава. Забавляется с новыми игрушками, проверяет на прочность пластиковые бочки и пытается их потопить в своем водоеме. Видя запись, которая так умилила мечей, большереченцы опубликовали в соцсетях. Кстати, как сообщают сотрудники зоопарка, совсем скоро у Забавы и ее сородичей, кроме новых игрушек, появится и просторный вольер с травой и большим водоемом. Сейчас на объекте идут сварочные ремонтные работы. К слову, добраться до сельского зоопарка мечей теперь смогут на водном общественном транспорте. Речпорт запустил бронирование билетов на теплоход «Заря», следующий до Большеречья. По словам представителей ведомства, на этот рейс спрос большой, поэтому, воспользовавшись предварительной бронью, амичи смогут четко спланировать свою поездку. Это все новости на сегодня. В студии была Анастасия Кишмережкина. До встречи в эфире.